Христоф посреди нас, Игнатий Тихонович. У меня все будет. Очень рад вас видеть, слышать. Ну, сейчас слышно? Да, да. Очень рад вас видеть, слышать. Так, спаси Христос. Александр меня звать, я напоминаю, я вам звонил уже. Ну да. Так, я сразу говорю вам, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против, слава Богу. Все, слушаю вас, говорите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, я хотел бы такой вопрос у вас выяснить. Я знаю, что вы понимаете много политической системы о фашизме. Сейчас очень сильно тема муссируется в Украине, в России. Есть русские фашисты, которые в Харбине были. Есть казаки, которые придерживаются вот таких взглядов. Меня интересует тема фашизм и отношение к Гитлеру. Как он, кто он, зло, что он такое, что он нес, что за ним стояло. Видите, я был когда в армии, я занялся изучением всех политических систем мира. Я нашел, что лучше фашизма человек еще ничего не придумал. Это самая лучшая система. Но при одном условии, что Бога нет. Вот если Бога нет, людям никогда не изобрести ничего подобного. Если это развалин, такая инфляция, Германию поднять и против всего мира бросить, это вообще невозможно никому и никогда. Более умной личности, чем Гитлер, может, со времен Христа больше не было. Но если есть Бог, Бог, а Он есть Бог, тогда прямо нужно сказать, это был дьявол в человеческом образе. Вот с какой позиции можем рассматривать. Как христианин, я вам говорю. Он был умный. Неужели он не понимал, что будет не так, как у него замысленно, не так, как хорошие его специалисты, политологи рассчитали ему, а будет так, как написано в Святой Библии. А в Святой Библии написано, из всех птиц Бог избрал голубицу, из всех животных избрал овсу, из всех зверей там перечисляет Господь, из гор каких, из всех народов, один народ был избранным, народ Авраама. Нравится мне, не нравится. А как может нравиться, когда везде все евреи, щубайцы, все захватили, и у вас в Днепропетровске что евреи делают? Но надо посмотреть, что Бог говорил. Это закваска мира. И абсолютно бесполезно делать что-то, более радикально решить окончательно еврейский вопрос, чем Гитлер, никто не мог сделать, как он. Он их и цыган в печь, живьем. То же самое делал Сталин. Но где Сталин, геть Гитлер? И какую силу набрали евреи после этого? Неужели непонятно? Я повторяю, с евреями надо бороться всей силой, какая есть. Но оружие одно – любовь. Любовь. Это молитва, чтобы они приняли Христа, мессию истинного, а не того, которого они называют Машах, и который будет антихристом в храме сидеть. Это невозможно, Александр, ничего сделать. Это Божья режиссура. Но Бог сотворил человека. Он не сказал, что мужик на мужике будет жениться, но дал ему Еву. А сегодня сект меньшинства – это ничего не поможет. Написано, у Даниила вышел из моря овен, овен-баран. И он бодал налево, направо. Никто не мог противостать. Но вдруг вышел козел. И он бросился с яростью и растоптал этого овна-барана. А кто это козел? Александр Невский. Бросился на персидского царя Дария. А из него теперь вырос рог из него четыре. Но можно сделать, чтобы два? Нет, четыре. То есть царство Александра Македонского распадется на четыре государства. Это занаряжено. А кто-то сказал бы, я не согласен. Но это твое мнение. Но мы поднимем все силы, весь мир бросим, ничего не сделать. Евреи никогда не исчезнут, никогда не будут они побеждены. Почему? Это Божий план. И в конце мира евреи обратятся. А то, что сейчас хватается за фашизм, это подготовка к царству Антихриста. Он был как от дьявола. И они сейчас за это ухватывают. Все фашисты подготавливают пришествие Антихриста. Вот так надо смотреть. Но если только жить на земле, и по-хорошему, чтобы мы были счастливы, дети были породисты, ну, как у него было сделано, у Гиммлера. Я очень много фашизмом занимался. Очень много. И скажу, что лучшей системы никогда не придумать. Это самое точное. Потому что это дьявол. При условии, что нет Бога. А раз Бог есть, значит, это восхождение зла. Распространение ада на земле. Это был даже не человек, а дьявол в человеческом образе. И Гитлер, и Сталин. Фашизм означает связка, пучок. И коммун, коммунизм, это тоже общее. Общее называется. Это одно и то же. И то, и другое хорошо. Национал-фашизм, коммуна-фашизм, вот это плохо. Когда возвышается одна нация, как Украина, слава Украине, это фашизм. Самый настоящий. Мы нигде не можем говорить в других словах, слава Иисусу Христу, слава праведному, Святой Троице. Вот я вам отмечаю. И я отмечаю не сегодня это, отмечаю почти 60 лет. Как я этим делом занимался и пришел к выводу. И это я докажу любому, кто бы он ни был. В течение одного часа. Обещаюсь. Фашизм – лучшая система мира. Без Бога. Кому заинтересует мое мнение, вы так и ответьте. Скажи, я ответил так. А раз Бог есть, значит, будет, как написано в Святой Библии, как Дух Святой сказал. Это дьявол вылез из преисподней. И он умный очень, умный Дух. Он был херувим падший. А фашизм не может подготовить приход православного царя. Вот русский... Православный царь – это и будет антихрист. Это хорошо Осипов сказал. Потому как они сейчас царь, искупитель. Какой царь-искупитель? Искупитель Христос. Это безумие полное. Я с Осиповым не согласен с чем-то. С этим полностью согласен. Есть такой намек, что русские примут первое. И будет венещаться, патриарх православный будет венещать на царство его. Они уже подготовлены, русские, к принятию антихриста. А им обязательно нужно с властью слепиться. А власть вот такая и будет. Нам нужно одного ждать. И ей гряди, Господи Иисусе, чем заканчивается вся Библия. И слышащий да скажет, да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя, не моя. И на этом все. Это Вы правильно сказали. Да, Инатрий Тихонович, а вот венчание. Вы говорили о том, что венцы должны одеты быть на голове. Венчание. А если не одевали... Значит венчания нету. Значит, что по-новому венчаться? Не знаю. Но только венчания не было. Какое венчание, когда венцы не надеты? Это любому понятно. Во всем мире олимпийские чемпионы получают венок. Оттуда идет. И на голову. Видел я на голове его венок. Где венок терновый был у Христа? Не над ним, а на голове терновый венок. Терном убитый. Это придумали попы. И вся эта зараза ползет с Украины. Православия не было никаким. Они не крестят. Они католичные там. Украина это вместилище всех сект, какие только существуют. Это помойка. А то Раша, Параша начинают. Параша это Украина, вот это с сектантами. А Россия, она ничем не лучше. Она такая же. Два блудника сошлись. Так а какой выход теперь как бы с венчанием? Что повторять? Не знаю. Отвечаю здесь. Я не знаю. Надо довериться Богу. Ваша верность. Пусть этот брак будет защищен на небесах, но венчания не было. Брак благословенный может быть. Нормальный. Признанный. Бракосочетание есть, а венчания нет. А если вот человек до крещения, до крещения, имел одну семью, вторую семью, развелся, а потом покрестился, он как считается? Прощено все. Если только он не был крещен, мирское не засчитывается. Он даже может быть священником. Он может быть священником. Он считается, не был у него браком. Церковь признает это за блуд. Это был блуд. Жил в блуде. Ты принял крещение. С тебя все смытое, как будто родился сегодня. Вот весь ответ. Так было всегда. Павел убивал людей, Савл. Гонитель. На нем была кровь. Это не просто жена какая-то. Он в другом городе, в Дамасске, искал убить. Истреблял всех. И однако он стал апостолом. Почему? А потом зашел Ананя, 22-16, деяния апостолов. Говорит, что ты медлежишь, брат Савл. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Вот теперь все с тебя смыто. И ты как будто сегодня родился на белый свет. Я, говорит, был продан греху, но теперь выкуплен. Счастливые люди, которые принимают крещение во взрослом возрасте. Ну, я после того, как прослушал ваши передачи, я, получается, 20 лет ходил в церковь, причащался, исповедовался, но я крещеный не был. Я покрестился вот только осенью. Потому что меня не погружали. Меня совершили обратно крещение, но не мазали. Погрузили три раза, но не мазали. Но не мазали, потому что ты там был помазан раньше. Это правильно, совершенно правильно. Раз помазание было, оно не повторяется. Крещения, погружения не было, его надо сделать и все. Не надо думать, а я причащался. За это благодари Бога, что ты живой остался. Но сегодня живи так, как заповедует Христос. Чисто, свято. Игнатий Тихонович, а как относиться вот сейчас к московской патриархии? Я, получается, ну не хожу туда, потому что, хоть и живем, вот Лавра здесь, Сергей Басар, но знаем беззаконие, которое творится. Мы смущаемся ходить туда. Знаем патриарха. Так не годится. Идеального священника вы не найдете нигде. И вы обязательно будете везде находить это. Закройте глаза. Если вы знаете, что, ну, что-то не так. Конечно, если он гомосексуалист или там пьяница, разговоров нету. Надо писать все ноты, чтобы убрали его. Или ходи к другому. Ну, просто так замещают. А вот поп не такой. А вот у него там что-то где-то, там две машины начинают подыскиваться. Это не годится. Нам Бог не обещал идеальных священников. Он единый Бог. Взирайте на начальника, совершителя веры. Священник, служитель истины. Хотя сам не по истине поступает. И поэтому надо довериться. А я не буду ходить, ну, еще ты кому-то еще докажешь-то. А мы ходим. Мы ходим, правда, мы к православному русской зарубежной церкви относимся. Но мы в той части, которая признала акт о колоническом общении. К нам приезжают архиереи, священники. У нас все вместе. Но мы им не подчиняемся. На богослужение слух Кирилла мы не поминаем. Мы поминаем Илариона. Русской православной зарубежной церкви. Ну, понятно. Вы знаете своего священника. У вас правильно совершается литургия. Все, без всяких отклонений. А если я знаю, что он не извернутый уже из сана. Бог их уже из сана извернул. Ну, надо тут разобраться. Извержен он по канонам. Но это должно как-то быть зафиксировано. Нигде каноны об этом не говорят. Здесь язва, падение, пропасть очень глубокие. И надо быть крайне осторожным. Крещение, если не было, тут вопрос снятый. Вот я, допустим, я против католиков не имею. Но что бороду бред, я никогда не соглашусь. Это беззаконие. Бороду не должен даже близко прикасаться. Она тебе не принадлежит. Режь ухо себе, про уши не сказано. Язык подрежь маленько, чтобы не болтать. Бороду не трожь. Без бороды было полбороды. Давид даже в земной Иерусалим не запустил. Это хуже изнасилования. Они были очень обесчищены. И мне доказывать ничего не надо. Я один раз просчитал, все понял. Я даже на военном билете с бородой. В советское время это надо понимать, как это было. Я больше 10 лет ходил с бородой, все такое большое. А после того, как случилось, что война, чтобы причислить себя к украинскому народу, а казаки с усами, я сбрыл бороду и оставил в усыне. Не годится никуда. Это предательство. Наоборот, они должны обидеть Христи. Я к ним примазался. Да ты какой-то-то, ты никакой вообще. Что такое? Я хотел, чтобы меня засадали. Ты наоборот покажи, я не с вами. Не с вами, я с Богом, со Христом. Четко и ясно. Мы коммунистам так и заявляли. Я писал стихотворение. Падет КПСС. Меня они обещали вообще сгноить. Я никогда не выйду из тюрьмы. А я вышел. Меня 26 лет психиатрия мучило. 26 лет. Это не два дня. И они ничего не могли сделать. Ничего. Подмазался бои им. А у Гитлера, любите, вот так под носом было. Ну и давайте под Гитлера теперь бриться. Борода неприкасаема. Ни усы, ни бакенбарды. Это все одно и то же. Щетко и ясно. Бриту выброси сегодня же. Просто попроси прощения. И никак скажут. Ну еще теперь. На Украине сколько священников православных. Их никто не убивает. Они служат. И там митрополиты. Никто их не трогает. Ануфри там. Не надо это. Это мы придумываем. Не, ну у нас казачество Запорожское. Они так принято было. Усы, оселедиц. У нас другой видит. Я знаю, я знаю. Тарас Бульба. Там они хохол называются на голове. Щупрына. Усы длинные. Нам зачем на это смотреть? У нас иконы есть. Посмотри. Везде иконы, везде с бородами. Все апостолы, все пророки. Христос. Нам образец Христос. Что у Христа? Бритые было подбородок что ли? Как жить братьям вместе? Украине и русским. Как? Это как елей, стекающий на бороду, бороду арону. Бороду. Бороды нет и мира нету. Без бороды мира нету. Там война. А где борода, там мир. Че так? А ты наоборот. Содействуешь войне без бороды. Как елей, стекающий на бороду. Бороду арону. Бороду. Вы считали это? Это псалтырь. Псалтырь считают. Мы же не написано, что мир это тогда, когда стекает там елей или колонн на бритый подбородок, оттуда на галстук. Нет этого? А вот у меня жена баптистка, вот я молюсь за нее, чтобы она открыла для себя православие. Но мы были... Через бороду вашу увидит-то. Да, вот мы венчаны были. Мы венчаны были. И она не была... Ну, она не православная. Я православный. А она не православная. И нас венчали. Это считается же венчанием? Конечно. Все считается. Твердо держи. А там где живет-то? В Америке. Она что, назад не думает приехать? Да, да. Вот сейчас летит. Летит. И мы хотели просто в Украину, а меня не пустили из-за того, что война там. Запретили въезд на три года. Из-за того, что война... Вам, говорите, сколько лет-то? Пятьдесят. Пятьдесят. А вы переезжали к нам сюда? Жену... Я хотел к вам приехать. Мы хотели к вам жить уехать. И там семья еще с Италии. Они у Антони Орлова окормляются там в Италии. Я знаю Антони Орлова. Я у него дома жил две недели. На квартире. Да, вот мы хотели к вам туда уехать, в деревню. У вас там уставник, курит. Да, у нас устав все есть. А Антония я очень хорошо знаю. Это патриот России. Патриот. Самый настоящий. Он прямо призывает взять пулемет и крошить коммунистов. Но это никакого отношения не имеет к христианству. Мы с ним проехали в Лос... Он в Лос-Анджелесе живет. Мы столько с ним изъездили. И в Вашингтоне мы были с ним, и в Нью-Йорке. Он меня и встречал, когда я там в Америке был. Да, он сейчас в Киеве. Он в Киеве сейчас. Я его хорошо знаю. Он Никита Феоктистович. Его звать Никита Феоктистович. У него там дочь Татьяна. Мы с ней ездили, были в Голливуде. Вот. Я их хорошо знаю. Это очень хорошая семья. Он приезжал в Потеряевке, два раза был. Ну, мне очень хотелось бы и по возможности когда-то приехать с женой к Вам, чтобы Вы с ней поговорили. Я просто знаю, что Вы хорошо знаете Паптистов. Я очень хорошо знаю. Паптистов знаете, и тонкости, и как с ней, вот, и что было. Я вот где-то дня через три вставлю один ролик. Я вчера разговаривал с Пятидесятником. Вам было бы очень полезно послушать. Там называется Пятидесятники. «Как страшно быть вне церкви». Заголовок такой. Да. Очень благодарен Вам за ответы. И всегда поминаю Вас в молитве. И прошу, чтобы Бог проглел Вам еще лета жизни ради нас. Ради нас. Жену-то как звать? Жену Мариана звать. Мариан. Мариан. Так, зови ее сюда. Скажем, нам разрешено приехать в Потеряевку. Пусть она везет свои доллары. И Вы новый дом построите, сами нарисуете план. И тут можно кирпич, брус, все купить. У Вас дети есть? Нет, нету детей. Родственники какие-то пожелают. Только чтобы не курящие были, не пьющие. Потому что по Москве, там проще большие города. Это все будет яма. У нас все не курят, не пьют. Не курят, не пьют. Мы не курим, не пьют. Мы доверяемся. И так Бог нас благословляет. Вы скажите, скажите, что с баптизмом мы разберемся очень быстро. Да. Спасибо, Господи. Спасибо, Иначе, Игоревич. Еще у Вас нет вопросов? Нету. Будут вопросы, я потом запишу. Но Вы про фашизм своим в этот ролик я поставлю, ну, когда-то на неделе. И Вы им расскажите. Если у них есть какие-то другие данные, пусть они выходят. Я им в мозги буду вправлять. Хорошо. Хорошо. Я сказал, что это самая лучшая система в мире. При условии, что нет Бога. Хорошо. Аминь. Спасибо, Господи. Во славу Божию. Ну, все тогда. Отключайтесь.